Есть. Принял. Дежурный офицер спокойно реагирует на сообщения о боевой тревоге. Готовность проверялась уже не раз. Результат кажется запрограммирован. Оперативное и четкое выполнение приказа. Перегруппировку войск в режиме реального времени контролирует из Москвы Национальный центр управления обороны. Боевой пост 323. Доложите о применении самолета военно-транспортной авиации. Задача военно-транспортной авиации – переброска десантных подразделений с техникой. А чтобы во время реального десантирования все прошло, как говорят военные, штатно, то есть как по маслу, перед посадкой на борт десантники успевают пройти все еще раз на тренажерах. До места лишь экипажи боевых машин добираются с комфортом. Остальные совершают многокилометровый марш-бросок в полной экипировке. Аэродромы северные. Еще лет 10 назад они были в заброшенном состоянии. Многие полосы в 90-е были закрыты, как тогда считалось за ненадобностью. Восстановлены в кратчайшие сроки. Сейчас вы даже посмотрите, практически за полярным кругом аэропорт военный. И он в надлежащем состоянии. То есть не посторонних предметов. Полоса сухая, чистая. Все изумительно. Сюда же на один из заполярных аэродромов передислоцированы 30 экипажей армейской авиации. Преодолели свыше полутора тысяч километров, четко уложившись в график. Особенностью являлась то, что была новая незнакомая местность, мало было ориентиров. Это была единственная особенность. Ну, современная авиационная система позволяет спокойно выполнять без проблем поставленную ситуацию. Погрузка на упор, когда десантный корабль подходит вплотную к берегу и опускает аппарель. Самый быстрый и безопасный способ. Отдельная бригада морской пехоты Северного флота загружается на десантные корабли. Бойцы не знают, какой следующий приказ отдаст им командование. Известно лишь, что десант высадится на незнакомое побережье. Точное место узнают после выхода в море. Пока не отдали швартовы, моряки-североморцы тоже не знали, какую задачу им предстоит выполнить. Основные надводные силы Северного флота вышли в море. Обращаем внимание всего экипажа корабля на соблюдение мер безопасности при нахождении корабля моря. Напоминаю, что море ошибок не прощает. Тем временем на суше загрузка специального подразделения по возведению переправ. Вольно! По машинам! В учениях вместе с военнослужащими контрактниками солдаты и матросы срочной службы. Для большинства из них это первый опыт такого рода. Али Чичаев из Чеченской Республики был призван осенью прошлого года. Говорит, что учение это испытание, которое он должен пройти, чтобы в родном селе солдатам могли гордиться. Самое главное, он будет защищать свою родину. Для меня это все. Для меня это честь. Что я могу защищать свою родину в любое время, в любую минуту, в любую секунду. Проверка боевой готовности продлится до 21 марта. Почти 40 тысяч военнослужащих, более 3000 единиц военной техники, 41 боевой корабль, 15 подводных лодок, 110 самолетов и вертолетов. И пока все без сбоев. Авиация, моряки и сухопутчики демонстрируют полное взаимопонимание. За время учения они преодолеют не одну сотню километров. А самый длинный перелет совершат ракетоносцы. Реактивные и стратегические бомбардировщики Ту-22 отправлены в Крым. Сергей Зенин, Первый канал.